Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Помните, как я вводил предыдущий пароль первого раза? Из тех людей, которые посмотрели видео, пересмотрели, правильно я все ввел, могут обратить внимание на одну, смогли обратить внимание на одну важную деталь. Впрочем, сейчас это все мы разрешим. Посмотрим, так сказать, фактом в лицо. Фаундейшн Инвалид пасворд, а вы снимаете, фаундейшн вроде как написано полуправильно. Окей. Попробуем еще раз. Итак, снова фаундейшн. Все то же самое. Пасворд аксептед. И вот тут выясняется некая неприятная черта чейзи. Пароль вводится только со второго раза. Это интересная деталь, которая сбила с толку наверняка немало людей. Но тем не менее, тут присутствует. Пароль вводил правильно в первый раз, то же самое и во второй раз. Только со второго раза был принят. Что сказать, интересная особенность нашего другого чейзи. Ну? Здесь свои... У всего есть свои мелкие детали. Мелкие подвохи. И такая интересная вещь, которую разработчики вставили. Я и не знаю, зачем они вставили. Но тем не менее, правда в том, что пароль в чейзи с первого раза не принимается. Это достаточно уникальная особенность. Не будем лгать. Но особенность есть особенность. Важно то, что мы догадались ввести пароль во второй раз. Иначе нам совсем было бы плохо. А вот на причины, почему так происходит, честно говоря, тут я немножко теряюсь. Признаю. О, сердечко. Откуда-то. В данном случае она мне слабо поможет. Учитывая то, что... Я достаточно глубоко упал. С другой стороны, пламя не достает почему-то. Технически она меня достает. Во всех смыслах этого слова. Но в этот раз не... Не... До сюда. Летает черепок. Эту схему мы знаем. В этот раз, надеюсь, пройдем более успешно. Предыдущий. Не теряя жизни. По крайней мере, я приложу все свои возможные усилия. По крайней мере, я не знаю, что мы видим, что мы видим. Возможно, кстати, вся эта система параллелей немного постит мою теорию о том, что с Чизи был спланирован как некоторая хардкорная игра для хардкорных же людей. Это с одной стороны. С другой стороны, так оно, в принципе, и есть. Поскольку параллели, видимо, были созданы для того, чтобы использовали. Но с другой стороны, опять же, возвращаясь. Учитывая то, что они с первого раза не водятся правильно. И... Я не знаю. То ли это баг, то ли это фича определенная. Как бы... Игра, возможно... В Азербурге разработчики ожидали, что ты... Разочаруешься, введя в первый раз пароли. Подумаешь, что пароли не работают в целом. И решишь пройти игру легентимно, так сказать. От начала и до конца. Честно, вся эта штука с паролями... Честно, мне немножко вводит ступор. Поскольку... Я даже не могу оправдать это тем, что это баг какой-то. Потому что я даже не могу представить на программном уровне кого рода это может быть баг. Это было подло. С черепком сейчас. Потому что, видите, я его не имел немалейшей возможности заранее. Ну да ладно. Бесплатный удар. Бесплатная атака. По идее, все рассчитано на то, чтобы не тратить сразу все свои сердечки. Это лишнее напоминание нам такого не делать. И с пламенем это, на самом деле, тоже не очень хорошая вещь. Поскольку у меня проблематично уклоняться от этого пламени. Особенно, когда я прыгаю на платформу, которую издалека не вижу. Но в любом случае, мы не потратили как раз ни одной жизни. Но имеем всего лишь на все одно сердечко. К счастью, есть сердечко слева. Тактично уже все помню. Бэкграунд просто потрясающий. Такая статично нарисованная луна. Огромная достаточно. Чуть немного... Размер. Немножко неправильно, на мой взгляд. Но он, другой стороны, конечно, мы бы понимали. Кстати, здесь дракон. По-моему, предыдущий, с которым мы драгились, так быстро не умирал. Это уже детали. Я помню, тут монстрик, которого надо тактично высоко прыгнуть, чтобы получить дополнительные сердечки. Поэтому это типа такой способ у игры заставлять меня не атаковать все, что движется. Способ не самый хороший. Учитывая опасность, которую постреляют эти враги, когда атакуют. Ну, считай, когда я к ним прыгаю, не митя, что они тут. Это было мерзко. Не спорю. Так, место не тут. Удастся ли мне взять сердечки, которые сверху, или я умру первым делом? Я умру первым делом. Хитбоссы у этих летающих пум-пацанов немного кривоваты, если я позволю себе так сказать. И сердечки не перерождаются, что весьма проблематично. С одной стороны, я стартую с пятью, что уже неплохо. С другой стороны, я бы хотел быть чуть больше. Хотелось бы большего, но имеем, что имеем. По-моему, это черепок горящий, он был скриптон. То есть, определённо, у меня есть подозрение, что появляется на той же высоте, что и я. Внизу эта тварь, кстати, вниз упала. Раньше она летала перед этим, а теперь она внизу где-то там слетала. Ну, нет, тварь, так нету. Мне только в радость. Что мешает мне, это, не стрелять на каждом шагу, это вот эти черепки, которые пылятся из ниоткуда. И, в общем, портят мне всю малину. Можем помстить наверх. Спасибо. Это мне никак не помогло, конечно. Но. Таким образом, я вернулся в два черепка, которых тут же потерял. Два сердечка. То есть, оно того в целом не стоило. Моя авантюра. Сердечка. Вообще не стоило. Расстановка врагов, признаю, не самая приятная. Особенно, когда я от них прыгаю, когда не хочу того. То есть, дракончика я бы сейчас предпочел его нормально расстрелять. Будем надеяться, что он... Если я правильно помню, тупо лето-черепок, который я, надеюсь, уже убил. Потому что если я его уже еще не убил... О! Та-четыре, то, возможно, можно убить. От этого дракончика я, боюсь, не успею. В любом случае у нас 64 сыра. Я не активирую, что ли, этот чекпоинт? Помню, стартую не в том месте, где я. Потому что я характерного звука не слышал. И, возможно, этот чекпоинт, который я очень хотел активировать, я в итоге не активировал. Окружение столь похоже со мной друг на друга, что я даже не понимаю, достиг я чего-то или нет. До сих пор не уверен. То ли я прохожу все до до чекпоинта... Да, я все-таки чекпоинт тут не активировал, потому что эти места я узнаю проблематичные. У-у-у! Это было плохо. Как минимум нехорошо. Так же хитбоксы этих ползающих зеленых вещей не особо понимаю. Атакую я, потому что прямо. киндол-турн задевающие врагов которые ну то есть хип-бокс у них наверно чуть выше чем кажется либо для пистолетика его делать чуть выше что справедливо поскольку пригнувшись я стрелять не умею нет я умею стрелять но разработчики шли жалится весьма нехарактерны со стороны уничтожить эту тарелку она взрывается 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 по-моему я не смогу ее уничтожить даже быстро выложу себе стараться или так ли она убивает целую вечность да по-моему это дело беспочвенное чего умерла здесь зеленая парень которая внизу ползала я не уверен я ее не убил и под сей было некуда эти черепки я до сих пор очень люблю и уважаю он запустил меня я не смог скритировать прыжок по большей части моя вина но интересную бюро умрет в стенку то что я не активирую чуть-чуть чекпоинт мне стоило крыть и очень-очень много и тебя вроде на него наступил и по идее он должен был активироваться но судьба решила иначе кстати надо обратно вернуться в теме постоянное нажатие клавиши 1 огня поскольку поскольку сердечки я уже те не возьму прыгать у кстати на бун кстати опасно очень сколько я не знаю может там яма обещать на я не забудьте меня к моей смерти вот эти черепки да то что он подошел сзади в этот раз меня не радует совершенно души успел на зеленую тварь тоже не шибко радует и вот это было неудачно так мы достаточно серьезной ситуации казалось бы больше причин вести себя чуть более осторожно больше омеренно потому что я слишком быстро бегу как уже упоминалось чизи игра размеренная поэтому камера так близко к пистанажу чтобы каждый занимал свое время что поспешишь людей наспешишь с чизи этот подход верен как никогда есть это ли столь вам лучше смотреть какая волнующая немножко играть это раз в чекпоинт будет толку мало учитывая плачевную ситуацию в которой я нахожусь это было печально тоже время жизни еще есть даже не все столь плохо вот тот сейвпоинт который я до сих пор не нажимаю теперь нажал опять же толку от него теперь будет мало и это была подлинненькая ямка достаточно подлинненькая ямка не буду лгать ну к счастью мы не достигли highscore и значит выход из экрана пароля для меня будет более простым теперь посмотрим стоит ли мне вводить пароль дважды опять же BRB так мы снова в деле в этот раз вводить дважды не надо я не уверен что в чем суть этой системы но в любом случае в этот раз мы надеюсь мы станем все лучше в этой игре если не становится лучше и сильнее то дальнейший прогресс будет весьма проблематичен не совсем понимаю кстати как мы вошли в камин как бы избежав огня почему огонь в камине поднимается но это такие несущественные детали но о них пор задуматься когда переиграешь этап снова и снова возможно вина скорее всего вина была моей неловкости личной неуклюжести учитывая то что этап приходится переигрывать с другой стороны когда все время натыкаешься на противников которых очень сложно предугадать начинаю задуматься в целом о честности игры с другой стороны я мог все это время атаковать что я в принципе по заветам игры наверное и должен делать просто берем и стреляем там было сердечко я помню я решил его не брать себе до оружия решил тем более сердечко есть тут что меня пугает это перспективы того что будут еще этапы подобные этому и они будут немного быстрее с поднимающимся пламенем и на этом данная перспектива не скроет меня не раду совершенно то что мне в первый раз не удалось сделать прыжок на этом на эту платформу спасло меня черепка эти черепки похоже действительно работают в каком-то смысле пусть и не до конца но по такому же принципу как головы медузы из кастрывания не радуют хотя с другой стороны это появилось достаточно высоко сложно понять механику некоторых этих противников нет да это то самое место и по моему этот огонек возродился что меня признаюсь молюсь как не радуют и не люблю когда противники возрождаются особенно те которые составляют неприятности я проебался нет нет не право ничего пардон за выражение потому что учитывая перспектива мне сложно понять куда прыгать влево или вправо порой к тому отель должен был наверное запомнить но порой я запутываюсь это финал окей вроде почти безболезненно с каждым разом все лучше и лучше в этом этапе в то же время надеюсь мы пройдем этот сегмент теперь и больше наведей всего в этот этап не выйдем это было бы на мой взгляд лучше всех возможных вариантов происходящих теперь стоит вопрос не брать эти два сердечка или они того не стоят когда мне надо запуститься от монстра первый раз получилось здорово в последующие разы не очень с другой стороны ничего смысла не рисковать тем более сердечки тут намного важнее чем это чем жизни жизни тоже важны я больше про то что важно мне погибнуть не от ударов а пропастей как само собой ожидается прошу прощения за издавание всех этих звуков страшных во время поездок по краю просто учит то что сердечник сразу тормозит когда ты перестаешь двигаться в некоторые моменты это делает куда более напряженного чего они наверное должны быть но это не совсем честно не наносим повреждений спасибо это было почти успешно в этот раз я решил столько одного сердечка нести потихоньку становимся лучше вот мы решили сердечек которые получили но надеюсь оно того стоило если я дойду до следующего чекпоинта не умирая сейф 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 стал чуть сложнее уклонился ну никак это что вы так сильно усложнился я надеюсь мы близки к финалу еще в лес и смерти это такое страшно нахожусь до улетаешь ты летай мне глубоко беспокоит тарелка не убивай меня дракоша а убьет меня другой дырош все нормально два дракоши это плохо дракоши на спауне тоже так неприятно прямо скажем это фигня тоже которая возле появляется которые еда не столкнулся если бы не стрелял то точно бы столкнулся умирающий черепок наверно должно быть забавно но он сейчас не до смеха мне не удалось взять дракоши на самом деле дракоша немного сильно мешает учитывая то что я с него могу свалиться в неизвестную пропасть страшильщий страшильщий убит дальше тарелка потом должна быть серия дракош кто чуть на дед не задел меня пламенем и дракош серия нет не обманут ну этап сменился надеюсь это к чему-то хорошему это приведет конечно конечно не наконец уже пароль с одной стороны казалось игра имеет систему паролей и поэтому на тебе не хардкор на с другой стороны этапы между этими паролями это отдельная песня белкушку так чуть кажется страшно отыгребывать как очень достаточно страшно опана частью есть еще жизни как я понял эксперименти с прыжками на чуть более опасного пара от формы нежелательно теперь у нас качество лови в ухе пчел и что это фигня было я хочу сердечко который внизу быстро а это противник я думаю это платформа которая пустит тебя лучше прыгать будет здорово на самом деле получилось все прям противоположно от здоровского с другой стороны смотреть у нас 81 часы а это значит что континью близок и потенциально это означает плюс еще дополнительно 5 чипс не будь сыры столь и редки в этой игре все наверное было бы не столь печально а ты прыгать умеешь в стархоте питающий кровавый глаз жизни это уже здорово жизнь заставляет мне задуматься жизни амин конкретно о том что жизнь наверно не такой я должен был идти вот сюда то что остановить свою акселерацию не могу это конечно проблематично 85 86 сыров все не столь страшно и не столь плохо потихоньку мы делаем прогресс надеюсь переиграть предыдущий уровень придется это было бы самое оптимальное какое большое внимание в игре есть достаточно странная странные приоритеты по поводу того на что обращать заработать раз обращали они не обращали летающие глаза и вот эти зеленые вещи и как бы нас преследуют то есть активно и прыгать умеют и прочее то есть показывается некая вариация врагов в их поведении есть что-то типа искусство интеллекта что-то типа дополнительного челленджа так с одной стороны я прицеп континью с другой стороны это не повод есть куда желательно есть у меня вот не знаю была развилка налево-направо и не уверен что туда куда иду не туда куда дуешь это классик достаточно мерзкий буду не буду убрать достаточно мерзкий классик и то что это ассанья умирает с первых выстрелов это так прагматично криссионная фигня нас преследует то есть некий искусственный интеллект у нее есть направляться на нас и все такое я иду куда-то по-моему я никуда не иду я иду в полную гробость я иду в полный звездец это все печально как минимум с одной стороны с другой стороны 96 сыров значит скоро все время будет столь безнадежно теперь можно наверное пойти направо раз мне терять почти нечего одна жизнь осталась а континникул слева пути надеюсь он не возрождается если я отошел да он возрождается но все не столь печально вот дополнительное сердечко страшный грибочек страшный глазик небольшой фанат страшного глазика небольшой фанат маленького размер своих прыжков возрождающихся страшных глазиков и прочего еще небольшой фанат того незнания того куда я попал собственно так я наверное вернулся в сторону куда хотел мне что-то наносило тут повреждение да глазик которого я уже не сбегу никак он слишком высоко чтобы я его мог подстрелить спокойно а это мило это в самом деле мило прелестно может сказать то что на спауне противники так это я считаю весьма весьма так доволяет хард который кора я надеюсь я уже близко к вершине противник покончил с собой слава богу еще раз покончил с собой и пусть продолжает работать в том же направлении подобные суициды я боюсь отобряю а вот наш континью что здорово и мы надеюсь переходим на следующий уровень и получаем пароль так что надо ждать дальше ахахаха ой че здесь стреляет вперед непопытно это типа очевидной босс потому что паука взорвалась точно так же я должен сказать что босс в этой игре как то если это босс конечно не самый впечатляющий но он нам подарили мультик и вещь видимо ингредиент ага еще три штуки полизио 7 ну мы сделали прогресс наконец что не может не радовать и получили память все прочее континью вопрос только в том куда теперь идти обворуд не очень сильно с одной стороны так тут мы были тут мы были где мы не были вот тут люк был я думаю надо дойти а а смотрите-ка ну раньше этого не было я думаю обратно в какую-то канализацию потому что люк это заприметил еще в первый раз когда увидел но оказывается все куда куда-то вот а это типа и вау 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 я на нем должен прыгать на противники на этом пока что я не слишком соблюдаю аккуратность наблюдать другой стороны я просто не знаю чего ожидать фигня на самом деле страшно глаз скорпион это должен сказать не самая приятная охотка